Всем привет, понедельник. Что-то я, мне кажется, начинаю заболевать. Горло начало у меня болеть сегодня. Хотя дни, вот видите, какие настали. Такие тепло. Даже шапку вообще нет смысла одевать. Прям тепло на улице, но так, сыровато. Владик еще болеет. Я сегодня утром ждала автобус школьный, чтобы сказать, что Владик не поедет в школу. Тут у них такая система, так как выходные никто не работает, это хорошо. И к этой мысли как-то уже привыкла в Европе. Сразу было мне непонятно, что вот, ну как это, воскресенье, все вымирает. Есть же экстренные случаи. Нет, неважно. Выходной, выходной. Все, ни магазин, ничего, никто не работает. Ну, понятно, что там скорая помощь, но я в общем говорю. И здесь, то есть они просят, транспортная служба просит, чтобы мы обязательно звонили и предупреждали, когда ребенка не нужно забирать, чтобы они не делали там, да, вот по логистике лишний заезд. Но если это происходит в понедельник, то мы никак не можем сообщить транспортную компанию, что за Владиком не нужно приезжать, потому что в воскресенье они не работают. А как так у них коммуникация в компании построена, что звонок поступает диспетчеру, а потом диспетчер сообщает водителям. Но из нашего опыта за два года, сколько бы ты диспетчеру не звонил, 70% из 100 диспетчер почему-то не передает информацию водителю. В общем, это пока какое-то, вот это вот нарушение коммуникации, она как-то вот у них не очень налажена. Я не знаю, что им делать, я не имею права им ничего советовать. Но, тем не менее, вот происходит, как происходит. Сегодня я выхожу перед курсом и жду автобус. Ну, говорю ему так и так. Владик заболел, говорю, он горит завтра. Я говорю, нет, в МИД вот, в МИД вот, может быть, да. Ну, и он как-то был такой недоволен. Я говорю, ну, а я-то при чем? Наладьте там работу у себя в конторе. 12 декабря, посмотрите, газон, красивейший просто. Парк. Класс, да? Газон здесь всегда зимой, летом. Вот он. Это просто моя мечта. Да, такой газон я хотела у себя в Новоселовке, в городе Сумы. Но что-то пошло не так. Видно, газон это не мое. Ну, в плане ухаживать. Мне нужен человек, который будет за ним смотреть. Да-да. Кто вчера влог мой смотрел, показывала вечернюю путь. Вот сейчас иду на курсы. Площадь утром. Вот ларёк, из которого всегда пахнет вкусной выпечкой. Но, как я уже говорила, запах часто более привлекательный, чем сама продукция. Это так всегда, если вы замечали, в пекарне. Потом булку откусываешь, она никакая. Но запах... Ммм... Возбуждает все вкусовые рецепторы. Пришла из курса, что-то так себя плохо чувствую вообще. Упорла. И такая слабость. Я, наверное, заболеваю, я так думаю. И так мне есть захотелось сильно. И прям, прям вот такое острое желание. А еще ничего не готово. Я ничего не готовила. Так что буду есть яичницу. Прям... Вот такое, знаете, прям... Как будто я не ела, не знаю, месяц, наверное. Ай, в доме так не убрано. Надо убрать. Сегодня Рома должен привезти диван. Да, наконец-то он взял машину, на курсы поехал. И там со своим знакомым должны привезти. Я думаю, что они будут заносить. Надо же хоть как-то поедать. А то у меня дома срать. Вот такое все, видите. А болеют люди, как мы выяснили уже. Вчера кто был на эфире? Там немного, конечно, было все сумбурно. Потому что у меня что-то с телефоном постоянно обрывалось. Телефон писал мне информацию, что телефон перегрелся. Сейчас все выключится. И он меня два раза срывал эфир. Но все равно, кто был на эфире, помните, мы обсуждали, что люди болеют, когда хотят отдохнуть, вернее, получить удовольствие. Потому что это психосоматика. Когда просто отдыхаешь и не позволяешь себе расслабиться, то тело делает так, что хочешь не хочешь, тебе нужно лежать. Так что не знаю, я буду сопротивляться своей болезни и убирать сейчас начну. Или же просто все пошлю на хрен. Ну и что, что придет человек новый. Ну да, вот замуж из-за него не собираюсь. Продвести на него впечатление тоже у меня нет такой задачи. Да, я не буду убирать. Я сейчас поем и включу мастер-шеф. Я уже не могу его уже неделю досмотреть, мастер-шеф. Да, точно. Вот это мое истинное желание. Сейчас лежать, ничего не делать. Я сегодня танцы отменила, репетитора отменила, эрготерапию Владика отменили, потому что Владик болеет. Получается что? Выходной. Ура, 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 ура. Смотрите. Владя, смотри, что у нас будет с тобой. Ну, вернее, это будет у меня, а ты будешь иногда только заходить. Да? Да. Владя пока болеет. Кушает немного. И трошки похудел. Я этому очень-очень рада. Вот такая я мать. Люблю, когда ребенок не ест. Да, Квадь? Мама сегодня хочет полежать, а Владислав все время ее дергает. Только лягу. В глазке что-то надо. Только лягу, что-то надо. На улечку, да? Что там у нас на улечке? Красиво у нас вид, красивый. Из окна очень красивый вид. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Попросила Рому в магазин съездить еще. Огурцы у меня есть, помидорчики, салатик, лук закончился. Мне там много, я, наверное, разделю со своими родственниками. Яйца и сухари панировочные Потому что в прошлый раз я делала сама панировку Но в этот раз не буду И вот свиные такие Ну как стейки Короче, я их отобью Я не знаю, просто уже Владику что готовить Владик не ест Все, подливу не ест, кашу не ест Я вспомнила, что когда я маленький Делала ему такие отбивнушечки Он вроде как ел Завтра я останусь дома Я не пойду, я себе не хочу подстраховаться Завтра пересижу, еще и Владик будет дома Завтра надо что-то же готовить Я, наверное, сделаю ему Вот эти отбивнушки Ну и сама, короче, нам с ним сделать Будем есть, потому что Непонятно, непонятно, что ему готовить Ляд, я придумала себе Теперь использовать два мяча Два мяча Ляд, что ты тут устроил? Ляд, опять пакетики Люди только писали Пакетиков нет Шуна, вставай Давай, давай, давай Что ты развалился, я какашка Вставай Не бросает свой сморщенный мячик Верный друг Ты верный друг, Владик Молодец Ты молодец, я такой горжусь Давай Вот так вот Сегодня Еще весь день мне показывает Ну показывает на зубик Да На зубик показывает Я что-то ему сделала Я думала, может, что-то застряло Вот эту специальную Нитку зубную Чтобы, думаю, почистить Оказывает Влад, покажи зуб Вот этот зуб шатается Да? Скоро вылезет Владик показывает мне, что Мама, убери, да, зуб сейчас же Он мне мешает И там уже под ним Уже растет Но я посмотрю Сейчас пару дней Он, в принципе, хорошо шатается Если за пару дней не вылезет Да Владислав, давай Или сам старайся Или не кричи Тогда придется к стоматологу идти Да Да Вот молодец Давай, вот Пресс Пресс Это у нас был пресс Ну вот Мой диванчик Софочка Моя Софочка маленькая Так, Владислав Опять громко включил мультики Она как-то тут меньше даже выглядит Чем она была в магазине Я, знаете, еще расстроилась Мне ее достаточно будет У меня, в принципе, цель была Чтобы здесь Вот у меня было то место Чтобы я закрылась И могла полежать Посидеть Попить кофе Но Получается Придется ее ставить Вот так немного от стены Из-за того, что здесь подоконник Если ее вплотную к стене приставить То когда садишься Упираешься Вот в эту штуку Может, что надо было Мраморные подоконники сделать Даже не отпилишь Ну, Владик уже посмотрел все Полежал уже Ему понравилось Ну и, кстати, хорошо еще будет Здесь еще можно Где-то все убирается И она такая Рума ее вообще в машину запихнул Даже она влезла в нашу машину И можно ее здесь вот так вот Сейчас покажу В общем, разобрать вот так И там кто-то приехал в гости Еще одно Ну, а даже два спальных места Вполне себе Прилично будет Так что Я, в общем, довольна Пока по моему бюджету И пока по тем возможностям, которые у меня есть Большего себе позволить Пока не могу Мне нравится Я сейчас все это делаю А пахнет новеньким Я уже говорила Что для меня так важно Чтобы это было Только мое Никакое не бэушное Это для меня жизненно Жизненно Важно Так что я Пока я здесь живу Вот по возможности Вот так вот По моим средствам Пока обустраиваюсь В общем, я довольна Все, дорогие мои Буду с вами прощаться Слабость у меня такая И пока еще призаков Кашля, слава богу, нет Насморка нет Но у меня болит горло И слабость Поэтому завтра Надеюсь Отлежаться Ну, отбыть дома Буду интенсивно Много пить теплого Завтра, наверное Вообще голодовку устрою В общем, не знаю Не важно Но завтра остались дома Все Пожелайте мне скорейшего выздоровления А я вам желаю здоровья Быть всегда здоровыми И не доводите до того Чтобы организм Начал болеть Отдыхайте Получайте удовольствие Как можно чаще Чаще Заговаривать Вы этого заслуживаете Все Пока-пока Как тогда Ваша Елена Абаева Субтитры создавал DimaTorzok